Всем привет, с вами Пиксел и мы продолжаем играть в игру по названию Зуба и сегодня поиграем за Яру, я обещал вам за нее кое-что показать, как она танцует, да, у нее есть такая возможность, я правда не знаю, как эту кнопочку активировать, но посмотрим, в принципе, она работает. Итак, отправимся в командные бои, потому что, ну, в соло бои и на Яре, это, конечно, да, это, конечно, весело, я не спою, весело, задорно, но мне как-то в соло бои уже не хочется. Итак, что по поводу Яра и что она там умеет, вот видите, она сейчас идет, да, точнее вот стоит, я нажимаю кнопочку и она вот так начинает танцевать. И особо это классно смотрится, когда она находится с легендарным дрововиком. Сейчас я, кстати, надо бежать в команде, потому что я немножко тут там запоказывался, да, если они тут сейчас ни с кем не дерутся, особо. Ну вот куда-то они спешат очень сильно, не знаю, правда, куда. Я тут сейчас все золотая, как говорится, никому золотой дрововик не нужен, ну и ладно. Мне он нужен, поэтому я доволен. С легендарным дрововиком просто смотрится это очень круто, когда она вот так вот машет, он прям огромный же, да. И поэтому все дела получатся красиво. Так, ну тут мы почти убиваем кого-то. Лутаемся красивенько, закидываем урон. У Яры достаточно высокий урон, поэтому можно хорошенько так бахать в толпу. И получать очень большие, так сказать, бонусы. А что в меня, Брюсик? Может ты это успокоишься? Ляко дерзкий Брюс, лишь бы напасть, лишь бы напасть. И все в меня. Щедрый, щедрый дерзкий Брюс на меня нападал. Ну да ладно, как говорится, победили. Надо стеночки поставить, а то не бесит. Очень сильно. Нерри, кстати, особо не запариваюсь с копьем. Иногда стоит цели, цель, а не стоит, но плюс-минус половина выстрелов, как минимум, оно попадает. Поэтому я, в принципе, доволен. Так, тут же никого хилить не надо, не? Все у нас под хилом, под защитой, арморчиком. Такс, что-то я как-то не вижу противник. Ну блин, посмотрите на дробовик. Офигеть, как лук. Да если про удивляюсь, но да ладно. Так, осталось против нас 4 противника. И то они, походу, дерутся между собой. Непонятно вообще, как это все выглядит. Там бобер... Ооо... Ооо... Видели, да? Как бы, ребят, это был лук. Это просто был лук. Чтобы вы понимали. Это просто был лук. Это был лук у бобра. Это просто был лук бобра. Лук бобрам. Один лук бобра, который снес мне фулл хп. Какой кайф. Чувствуете? Я чувствую. Еще какой кайф. Так, давайте похилимся немного. То, что мне тут оставила лиська. И надо бежать к нашим ребятам. Долго я, правда, бегаю. Ну, панду, кстати, я добил. А куда их не бобердился? Я-таки не понял. Как-то странно это все было. Очень странно. Ну, да ладно. Как говорится, победа есть победа. Боберу их не... Куда-то пропал. Не знаю куда, но уже не важно. Кстати, я играю сейчас, как вы заметили, без халата. Потому что... Ну, очень сложно играть с халатом, когда у тебя команда рандомчиков. Поэтому я выбрал ботинок, чтобы, ну, повыживать получше. Потому что невозможно о них рассчитывать. И поэтому вот такие вот действия, понимая. Седьмой и девятый уровни. Ну, ребят, ну, походу, это все. Габелла. Хороший, конечно, был топ-1. Возможно, да? Ну, все, походу, Габелла. Глядь, у меня тут получится что-то такое прям особенное сделать. На 12-й Яре против, ну... Не, мы все, мы, конечно, знаем, что Яре неплохой персонаж, да? Там сила есть, ума не надо. Но силы так-то особо нету. А вот уму есть, да, наверное. Наверное. Попробуем что-нибудь замутить. Не знаю, может, у меня команда тут гений просто. И будут красиво играть. В принципе, даже без каких-то особых штук они должны себе показать. Достаточно хорошо. Надо их это сплотить. Показать, что мы жесткие. Все, короче. Замотивировал ребят на победку. Осталось просто побахать, и все будет готово. Надеюсь. Будет прекрасно, если мы, кстати, не найдем противника. Будет прекрасно. А что, лук у всех уже золотой? Понимаю, а чем? Или он им просто не дался? Кстати, почему-то у всех бочки есть, у меня нет. Совпадение, не думаю. Ну да ладно. Ну, кстати, туда промахнулся. Но лук золотой хорошая штука, потому что позволяет далеко стрелять. И дает приятный бонус. Так, но тут никого нету, поэтому мы уходим. Возвращаемся, получается. Погнали. О, кстати, так я ромашу от луком. Упорото смотрится, да? Вот я тоже. Просто упорото. Так, но мы тут побахали немного. План, 13 уровень, понимаю. Как бы, побахали, хватит и пошли дальше, да? Ну, у нас, конечно, кто-то решил умереть там, красиво. Крабик. Какой прекрасный крабик. Как же ты любишь умирать там, где не надо этого делать? Ну, обожаю этих союзников, которые умирают просто так. И ты такой, да, да, сейчас пойдем, мы их спасем. А мы-то ничего не можем, у нас-то проблемы. У нас-то, как бы, там 13 панда, 10 бак, там 11 жейт, вон там, видите, какие игроки, да? Как против этого всего играть? Ну, вот я побахал, вроде получилось неплохо. Что, мне что-то дамажит очень жестко? Это не панда. Я ничего с этим сделать не могу, понимаете? Проблема вот чем. Ну, вот мы и победили. Я не знаю, ребят, это просто дичь. Это просто дичь. Ну, что это было? Я бегал с этим ботинком, на пофиг. Бегал, тыкал кнопочки и все. Я просто тыкал кнопочки. Я особо даже не целился там. У меня слов нет. У меня просто нет слов. Конечно, выглядит все дико очень, но весело. Вы поверьте, очень весело. Стоять, смотри, когда твои союзники умирают. Я такой, опа, на последней миллисекунде рецаешь союзником. Ну, как, чуть-чуть подхиливаешь его, да, врез. У меня же тот дефибриллятор стоит шестого уровня только. И в этом проблема, а он ничего не может. К сожалению. Ну, то есть, ну, вот так вот, да. Дефибриллятор шестого уровня, он бесполезный. Потому что, ну, почти пятый. Поэтому бонусы от него прям как такого хорошего нет. Но у нас был золотой, у меня был золотой дробовик, золотой лук. И это все-таки дало ДПС хороший. И в итоге мы добились неплохих результатов по итогу. Ну, кстати, под ускором, да, так неплохо бегается. Ладно, погнали, короче, все. Погнали, Генри, погнали. Помахаем вот так вот красиво луком. У меня тут еще копье есть, кстати. Можно и копьем помахать. Бахаем здесь по ребятам там. На автоатаке баху вообще с копья. Честно скажу вам, ребят. Ну, тут немножко прицелился. Надо бы сейчас зарядить по ребятам, чтобы побахать. Вот таким вот красивым образом, похилить их. Опа, льва шотнули случайно. Ну, не знаю, я был, не я, вообще без разницы. Просто шотаем льва случайно каким-то чудесным образом. Почему у вас команда не держится вместе? Ну, что за приколы такие? Ну, как можно играть не команда? Как они могут это делать? Я не могу ворваться, мне слишком много дамажит. Понимаете, в чем прикол? Я не могу ворваться и резнуть этих челиков, потому что мне слишком много дамажит. Вот почему они не могут играть командно? Ну, что ты так сложно? Зажимает тебя сквад, ну, двигайся ты в другую сторону от склада, который ты зажимаешь. Ну, будет все норм? Нет, вот они вот. Вот они вот, да. Я сам виноват в том, что тоже остался. Надо было уходить, просто стрелять. Моя ошибка. Ну, давайте еще один бой сыграем. По-моему, все-таки нивелировать эту ошибку. Надеюсь, адекватной командой. Но это тоже было вроде адекватной, поначалу, мне казалось. Казалось, да. Но, как говорится, то, что кажется, то кажется. Три никса, точнее, два никса и джейд. Ну. Чувствую, будет весело. Чувствую, будет весело. Эх, да. Уже, уже противника, я тут вижу, да. Прекрасно. Уже нужно хилиться. Короче, надеюсь, они меня послушают, и мы пойдем наверх в музей. Они меня не слушают, значит, мы никуда не идем. Логично. Логично. Печально. Ничего с этим сделать не могу. Ну, что, будем, значит, вы делаете вставать по ситуации. Идемте теперь их спасать. Ну, они тут вроде сами неплохо лутаются, все у них хорошо. Ну, мне-то кажется. Вроде те челики тоже убежали, поэтому, в принципе, плюс-минус получается адекватно. Ну, как адекватно? Нормально, да, получилось. Я залатался, тоже все хорошо. Никса хилить не будем. Он у нас молодец, и так выживет. Наверное. Или не выживет. Бачка, кстати, продамажен неплохо. Блин, дробовик мне попал. Сейчас по льву можно было попадать. Или попался. Так я не понял. Надо дальше двигаться. Надо переключиться на хил. Закинуть в них тут шотики красивые. На автошоте, да? Еще раз хил подрубаем. Хилим. Они, кстати, порезали друг друга там уже. Ну, они сейчас уже закончатся с хилочки. И им придется умирать. Ну, вот то, что я говорил. Уже умирают. Красиво. Правда, она сверху начинает душить в этот момент другой склад. Немножко это начинает напрягать. Там еще одна ярмарка. Вот что это за бред? Ну, вы видите, а? Просто сверху начинают одномоментно душить еще один склад. Вот, кстати, знаете, вчера было такое очень часто. То есть, играешь, играешь, бас, начинает сверху дружить. Душить другой склад. И такой, ммм, кайф. Ай, ммм, да. Вот такие вот делишки, ребят. Ну, тут склад был, во-первых, сильнее, во-вторых, ну, этого просто хватило, да? Тринадцатый никт, там, один мог бы нас всех вынести, судя по всему. Но, что получилось, то получилось. Вот такие вот бои. Было, конечно, прекрасно в некоторых боях. Да, но в основном вы видите, что с рандомами играть это такой себе. Поэтому играть с окланами, там побед будет намного больше. И вы будете кайфовать от игры. Ну, и в целом от поднема рейтинга и командной игры. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не забывайте заходить каждый день забирать наградки, потому что, я так понимаю, это будут ежедневные наградки. То есть, сегодня есть, завтра уже нет. А может, они просто будут присылаться на почту, вне зависимости от того, заходите вы или нет. В общем, кто проверит, напишите в комментариях уже завтра. Ну, а мы на этом прощаемся. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.